Невидимая Брань Название «Как можно узнать, с надеждой на себя или совершенной надеждой на Бога действует кто?» Мы с вами уже прочитали о том, что в первую очередь человек не должен надеяться на себя. Человек должен прийти в состояние уверенности того, уверенности в том, что сам по себе он ни на какое добро не способен, что сам по себе он исполнен всякой немощи, что сам по себе человек – существо крайне ненадёжное и некачественное. Недаром Священное Писание говорит нам такие слова «всяк человек есть ложь». Это не значит, что все люди непрестанно врут. Нет. Насколько в отношении правды Божьей, в отношении истины и добра всякий человек сам по себе является существом ненадёжным. И вот первое, о чём нас учат святые отцы, призывая нас ко спасению, а вернее сказать, учит Бог Дух Святой через их богудухновенные уста, через их письмена, учит тому, что человек, ты должен в первую очередь прийти в осознание собственной нищеты. И здесь нам с вами очень уместно вспомнить заповедь о блаженстве. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Следующее, что идёт после воспитания в себе ненадежды на себя, это есть постоянное напоминание себе о Боге. Человек должен дальше научиться надеяться на Бога. «Да в себе не видишь силы, ищи её в Боге тут же». А сегодня мы с вами будем читать о том, как узнать, научились ли мы этому. Надеемся на себя мы или на Бога надеемся? То есть как вот это распознать? Как здесь не обмануться? Ведь опять же, как преподобный Никодим замечал, часто человек, опять же, по собственному самомнению, считает себя как бы уже выполнившим это правило. продумать, что ну вот всё, я перестал на себя надеяться, я уже считаю себя человеком греховным, слабым. Я помню о Боге, о помощи Его, о том, что Он всемогущий, что Он всё знает, Он знает, как мне помочь, Он желает мне помочь. Он всегда стоит рядом со мной. Я могу вспомнить те бесчисленные случаи помощи Божьей людям, как Он никогда не оставляет всякого надеющегося на Него. Вот опять, как же проверить, столько ли мы стоим в этом уповании? Редко случается, что иные самонадеянные думают, будто не имеют никакой на себя надежды. А всё упование своё возлагают на Бога, и в нём одном почивают своей уверенностью. Смотрите, здесь преподобный Никодим уже как бы подчёркивает, да, состоятельный человек, а самонадеянность. Оказывается, вот и в такой вот, казалось бы, смиренной вещи человек может продолжать надеяться на самого себя. Так вот, на деле же не бывает так. В этом сами они могут удостовериться. Судя по тому, что бывает в них и с ними после того, как случится им пасть как-нибудь. Ну, здесь под падением имеется в виду какое-то преткновение греховное. Реховное. Вообще, святые отцы именно вот это падением называют. Ну, в общем-то, оно и понятно, потому что всякие какие-то физические вещи, да, там, скорби, трудности, ведь в них человек может себя двояким образом вести. В одной и той же ситуации человек может или уповать на Бога, благодарить его, или, наоборот, грешить, отчаиваться, еще и роптать на Бога. Так вот, то есть мы можем понять, надеемся на себя или на Бога, в той ситуации, как если вдруг случится пасть каким-то образом. Итак, если они, скорбя падение, укоряя, броня себя за то, за то, то есть за падение, за это, в то же время замышляют, сделаю то и то, следствие падения загладится, и у меня опять все пойдет как следует, то это верный знак, что и прежде падения своего они надеялись на самих себя, а не на Бога. Удивительно важные слова, потому что, наверное, каждый из нас, глядя свою жизнь, свою вот эту христианскую практику, может увидеть именно такие рассуждения, что после всякого греха, скорбя о случившемся, как правило, мы думаем, «Так, я ошибся, вот там я сделал что-то не то, я сделал что-то не так». Надо быстро исправить эту ситуацию, надо поступить так-то, 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 да, как здесь вот пишет преподобный Никодим, следствие падения загладится, и у меня опять все пойдет как следует. Не правда ли? Знакомо рассуждение. Так вот, оказывается, это признак того, что человек надеется вперед на саму себя. Это указывает на нашу ошибочность. Смотрим дальше. «И чем скорбь их, да, то есть, ну, можно сказать, нас, при этом мрачнее и безотраднее, тем обличительнее, что они слишком много уповали на себя и очень мало на Бога, оттого и скорбь падения их не растворяется никакой отрадой». То есть что видим? Вот эта великая скорбь, которая бывает у человека после греха, и чем она мрачнее и безотраднее, да, вот эти вот слова можно подчеркнуть, тем понятнее то, что человек надеялся не на Бога, а на самого себя. В самом себе он искал твердость, в самом себе он искал силу, от самого себя он ожидал победы. Ну, соответственно, победы не случилось, у человека уныние, у человека отчаяние, у человека омраченное состояние. «Кто же не полагается на себя, но уповает на Бога? Тот, когда падает, не слишком дивится сему и не подавляется чрезмерной скорбью, ибо знает, что это случилось с ним, конечно, по немощности его, но больше всего по слабости упования его на Бога. Почему следствие падения усиливает ненадеяние свое на себя, да и наибольшим образом старается усугубить и углубить смиренное упование на Бога? А далее, ненавидя непотребной страсти и бывшие причины его падения, спокойно и мирно несет за оскорбление Бога покаянные труды. И, вооружаясь особенно сильным упованием на Бога, с величайшим мужеством и решительностью переследует врагов своих даже до смерти». Смотрите, какие важны слова. Господь говорит, что признак того, что человек надеется на Бога, не на самого себя, есть то, что даже и в падении его, после какого-то согрешения, он не слишком удивляется этому. Действительно, чего удивляться? Что я мог сам по себе сделать? Я упал. Я уверен, что я слаб, я вижу в себе эту слабость и немощь. Что ж особенно удивительного произошло? Да, я не могу не скорбеть от того, что произошло, но скорблю не из-за того, что я обижен, что я надеялся на себя и не смог, и от этого я огорчен, а скорблю, что я снова обидел Бога, оскорбил величие Божие. Скорблю от того, что вот мало у меня пований на Бога, из-за этого помощь Божия не пришла. Здесь на всем уместно вспомнить слова, что гордым Бог противится и смиренным дает благодать. И в силу этого человек, надеющийся на Бога и на себя, да он, конечно, не с вами накается, он сокрушается, но сокрушение на его не мрачное и не безотрадное. Он еще больше укореняет себя вот в этом понимании, ощущении собственной немощи и все больше воздвигает в себе надежду на Бога, упование на Бога. А дальше видим, что с величайшим мужеством и решительностью преследует врагов своих даже до смерти. Кстати, тоже еще можно один с вами признак определить для себя. Если мы после греха какого-то опускаем руки, предаемся вот этому унынию, бессилию, да не боремся с великим мужеством со грехом, а как бы сдаемся, ну что ж, тоже признак того, что в себе сил не было, надеялись, не увидели, пали и совсем руки опустили, всем отчаялись. А ведь помните, мы с вами читали о том, что человек даже в грехе своем, он должен в первую очередь видеть вот это подтверждение своей немощи, что его должно вести вот к осознанию того, что без Бога мне нельзя, к нему надо бежать, на него надо надеяться, к нему надо бросаться за помощью. Здесь, наверное, наше состояние еще объясняется, возможно, каким-то неправильным состоянием веры. Опять же, часто мы Бога, ну не без бесовской помощи, конечно, видим в момент наших грехов очень строгим и неподкупным судьей, совершенно немилосердным. Вот как, святые цели говорят, что дьявол часто привлекает человека ко греху, внушает ему мнение, что Бог милостив, Бог добр, Бог простит. Даже если согрешишь, да можно прийти, покаяться, он простит. А когда человек согрешит, дьявол меняет на противоположное, что все уже, нет тебе прощения, сколько раз ты падал, сколько раз ты предавал Творца своего, какое тебе прощение, нет никакой больше надежды, ты не выдержал испытания, ты пал, ты снова предал, ты предатель. Все, человек верит вот этим наговорам сатанинским и отказывается идти к Господу, пребывает в этой безотрадной печали, пребывает в тоске. Так вот, как нас учат святые отцы, все это состояние, оно неверное, оно гибельное. А сказанным пред этим желал бы я, чтобы поразмыслили некоторые личности, думающие о себе, что они добродетельны и духовны, которые, когда впадут в какое-либо прегрешение, мучатся и томятся, и покоя себе не находят. И уже истомившись от этой печали и томления, происходящих у них ни от чего другого, как от самолюбия. Бегут по тому же опять не по буждению самолюбия к духовному отцу своему, чтобы освободиться от такой тяжести. А им следовало это сделать точность попадений, сделать не почему другому, как по желанию поскорее мыть скверну греха, оскорбившего Бога, и принять новую силу против себя самого в святейшем таинстве покаяния и исповеди. Вот нужнейшие и важнейшие слова для нас, христиан. Как часто мы совершаем эту ошибку, как часто мы действительно подобно вот этим людям, о которых здесь говорит преподобный Никодим. Согрешаем и начинаем мучиться, томиться, пока не измучимся, только после этого идём на исповедь. Почему сразу не идём? А вот он здесь указывает, по самолюбию мучаемся, по самолюбию стыдно нам, больно нам, сокрушаемся не от того, что Бога оскорбили, а от того, что встретились опять нос к носу собственным бессилием. От этого нам плохо, наше самолюбие от этого страдает, от этого такое томление. А дальше, чтобы опять же получить утешение для самолюбия, идём на исповедь. Получить облегчение от этой тяжести, от этого угрызения самих себя. Хотя вот как здесь нам указывается, как должно поступить? Упал ты, согрешил. тут же беги на исповедь, тут же кайся Богу, тут же, Богу кайся тут же, тут же прибегай к Нему. Старайся тут же в скором же будущем бежать на исповедь, чтобы там очистить, омыть скверну греха оскорбившего Бога и принять новую силу против себя самого. Действительно, если человек согрешивший долгое время не кается, о чём это говорит? Потому что получается состояние, ну, нельзя сказать, что оно нравится, потому что кому понравится вот эта тяжесть? Ну, получается, он выбирает это состояние, он не желает с Ним расстаться. Человек согрешивший, почему ты не бежишь тотчас освободиться от этого? Почему? Вот ведь ответ, потому что получается, на Бога ты не надеешься, ты не хочешь получить от Него помощь, ты не веришь в Него, не уповаешь на Него, уповал на себя, самому себе не нашёл силы, отчаялся и уже не веришь, что может быть какая-то перемена. Вот и вновь и вновь самим себе повторим, что на себя и нельзя надеяться, и себе мы никогда не найдём ничего стоящего, ничего настоящего, ничего в истину доброго. Никогда. Только в Боге можем найти, и Бог ведь всегда рядом с нами, всегда готов нам дать вот эту свою всесильную помощь. Только не веря, только гордость нам мешает её получить. Субтитры создавал DimaTorzok